МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На территории округа продолжаются субботники в рамках месячника благоустройства. Собрали месту, каждый подумал о своем и сделал свой двор гораздо чище, чем он был после зимнего периода. Еженедельное оперативное совещание с руководителями муниципальных служб и предприятий провел глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Подробности далее. На встрече подвели итоги работы за прошедшую неделю и наметили планы на ближайшее время. Но прежде всего собравшиеся уже по традиции обсудили ситуацию по коронавирусу. Цифры статистики благоприятные. За семь дней было выписано 130 пациентов, а поступило в стационар и того меньше. Хорошо обстоят дела и с диспансеризацией. В прошлую неделю взрослого населения мы осмотрели 1059 человек. Общее количество – это почти 11% от плана. Детских профилактических осмотров у нас детей было осмотрено 862. Это общий количество – 21% от плана. В муниципалитете продолжается месячник благоустройства. Наконец наступило теплое время года и коммунальщики приводят в порядок округ после зимы. На выходных производили асфальтировку мест аварийных раскопок. Дальше продолжим благоустройство делать до 1 мая. Все места будут благоустроены, заасфальтированы, где мы работаем. 25 доброделов закрыли на прошлой неделе. Начали составлять акты, объезд территории по пожарным гидрантам. Обследование весеннее проводим по всему Ленинскому району. Работа по расчистке дорог, тротуаров, внутридомовых территорий проводится в ежедневном режиме. Регулярно осуществляется и мониторинг качества уборки. Так, по результатам недавней выездной проверки, глава муниципалитета Алексей Спаский отметил, что работы ведутся активно, а ряд недочетов, в том числе по состоянию контейнерных и детских площадок, должны быть устранены уже на этой неделе. Мы договорились во время предыдущего выхода о том, что больше по красивым дворам мы не ходим. И подчиненные Дмитрия Семеновича, они будут выбирать 3-4 адреса, самые неприглядные с их точки зрения, но в какой-то определенной локации. Дмитрий Семенович, на этой неделе именно так поступим. В целом, действительно, по состоянию на пятницу, готовность дворов 83-85 процентов, это хорошая цифра. В заключении встречи Алексей Спаский напомнил, что впереди череда праздников и длинных выходных, что для муниципальных служб всегда большая ответственность. В ближайшую же субботу, а именно 30 апреля, в Ленинском округе, как и по всему Подмосковью, пройдет экологическая акция «Лес Победы». Приглашаются все желающие. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Екатерина Доврятова, Видное ТВ. В кинотеатре «Искры» открылся второй пункт сбора гуманитарной помощи беженцам, организованный членами Общественной палаты Ленинского городского округа. В штабе принимают продукты и предметы первой необходимости. С 24 февраля на базе Общественной палаты Ленинского городского округа начали собирать гуманитарную помощь для переселенцев с Украины. Спустя некоторое время и благодаря активному участию неравнодушных жителей этой площади оказалось недостаточно. Администрация муниципалитета предоставила еще помещение в кинотеатре «Искра». Кинотеатр «Искра» позволил нам разбить на две площадки первый пункт, который занимается исключительно одеждой. Беженцы приезжают, выбирают для себя подходящие наряды для мужчин, для женщин, для детей разных возрастов, и обувь, и все такое. А также у нас есть продуктовый пункт. Мы выдаем гуманитарную помощь в виде продуктов, бытовой химии, канцелярских товаров, посуды, одеяла, подушки. В общем, все, что необходимо. Пункт разделен на две части. В холле кинотеатра принимают одежду и обувь. В отдельной комнате продукты, детское питание, посуду, предметы личной гигиены и лекарственные препараты. Приглашаем всех жителей нашего Ленинского городского округа присоединиться к этой благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи. Потому что кроме нас им никто не поможет, к сожалению. Они не нужны своей стране. Особо активными оказались жители микрорайона «Зеленые аллеи». Такого отклика мы, честно говоря, не ожидали. У нас жители просто все в едином порыве. С таким желанием помочь мы собрали огромное количество гуманитарной помощи. И до сих пор она продолжается. И мы свозим все сюда, и вещи, и продуктовые наборы. Ежедневно в пункте приема гуманитарной помощи работают 10 человек. Среди волонтеров есть и сами переселенцы. Елена Косторниченко приехала, видное, вместе со своей мамой. Мы пришли сюда, нам оказали здесь всяческую поддержку. Практически мы постоянно плачем. Постоянно. Люди приносят пакеты, мы постоянно плачем. Мы не знаем, как их зовут, как-то мы вообще не ожидали такого. Нас обеспечили посудой, постельной, продуктовыми наборами. Деткам несут памперсы. Без конца звонят, спрашивают, что нужно. И у нас вот здесь вот уже за неделю сформировался коллектив, который, ну, не знаю, мы ходим как на работу, потому что вот нас поддержали, и мы хотим тоже помочь их поддержать и оказать какую-то посильную помощь. Штаб кинотеатра «Искра» посетил глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Отклик во всех, без исключения, муниципалитетах очень большой. И даже у нас на тонны, на десятки тонн уже количество гуманитарной помощи, которая отправляется в те регионы, в Донецк, в Луганск. Но вот именно вопрос и идея сама. Мы сегодня даже долго пытались понять, кто был автором идеи того, что необходимо, действительно необходимо помогать тем семьям, которые приехали и здесь пытаются, ну, как, обжиться, да, или начать полноценно вращаться в обществе, помочь одеждой, помочь какими-то средствами гигиены. Волонтеры провели небольшую экскурсию для главы муниципалитета. Также Алексей Спаский пообщался с переселенцами и выслушал их просьбы и пожелания. У нас уже за две сотни перевалило количество тех, кто приехал. Это только детей, которые учатся в нашей школе постоянно на понедельник, 62 человека, поэтому мы понимаем, что это, конечно, очень востребовано. Кроме того, волонтеры помогают беженцам с размещением и трудоустройством. Пункт приема гуманитарной помощи работает по вторникам, четвергам и субботам с 14 до 19 часов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Православные верующие отметили один из главных церковных праздников – Пасху. Во всех храмах муниципалитета прошли праздничные богослужения. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Пасха или Светлое Христово Воскресенье – главный православный праздник, символизирующий победу жизни над смертью. Накануне этого дня, в Великую Субботу, верующие посещали церкви, где проходил чин освящения пасхальных яств – куличей и крашеных яиц. В Успенском храме города Видно его совершил настоятель иеромонах Сафроний Горохольский. Желаю всему тешения от Господа, здравия душевного и телесного. И пусть Господь наш Иисус Христос каждому из нас пошлет небесных гостинцев, тех, которые каждому надобны. На территории храма работала пасхальная ярмарка, где любой желающий мог найти для своих близких подарки к празднику. Все сувениры сделаны воспитанниками православного клуба детского творчества «Осида». Очень много магнитиков, разных тарелок, для яиц, подставки. Была моя доска, но уже купили. Завтра будет много открыток сделано. И много остальных маленьких мелочей, наподобие маленьких тарелок, маленьких постаканников. Также есть у нас и вкусные угощения. Можно попить чаю, подкрепиться прихожанам, согреться. Ближе к полуночи верующие стали собираться на праздничные службы, проходившие во всех церквях округа. В Ермолинский храм святителя Николая пришли не только жители села, но и близлежащих густонаселенных микрорайонов. Один из самых больших праздников, то есть основополагающий праздник. Соответственно, конечно, нужно обязательно посещать храм в этот праздник. Светлый. Сегодня я днем ходила, освещала куличи, вот здесь на этой территории были. А сейчас вот будем, там некоторые слова споем, как говорится, Христос воскрес, воистину воскрес. Празднованию Пасхи предшествовал Великий Пост, время духовного смирения и очищения, чтобы в день Светлого Воскресения верующие могли испытать настоящую радость, внутренний покой и умиротворение. Господь пострадал за весь род человеческий, по-человечески умер и, являясь Богом, победил смерть и воскрес. И вот именно воскресение Христово весь православный мир сегодня празднует. Во время торжественного богослужения совершается крестный ход, символизирующий шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. Завершается пасхальная служба главными словами этого праздника. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Дмитрий Книга, Александр Логинов, Сергей Ларин и Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Социальная газификация, выкуп участков для городских нужд и налоговые льготы. Семинар о проблемах частной застройки состоялся во Дворце культуры города Видное. Представители садовых, товариществ и загородных поселений встретились с работниками администрации Ленинского округа и Московской области. Подробности в сюжете. Около 50 сел, деревень и 78 садовых товариществ находятся на территории Ленинского округа. В каждом частные проблемы и вопросы, которые горожане смогли задать представителям власти до начала семинара. В ходе основного обсуждения подняли темы, которые касаются всех. Одна из них – социальная газификация. Напомню, домовладениям, находящимся на территории населенных пунктов, бесплатно подводят газ до границ земельного участка. С домами и дачами на территории садовых товариществ дело обстоит немного сложнее. Да, они подведут до границы СНТ в населенном пункте, но при условии, что внутренняя сеть и разводка будет сделана за ваш счет. На самом деле, это не самые великие деньги по сравнению с тем, что там подвод газа, который там действительно раньше обходился, очень дорого. Кстати, тем, кто воспользовался соцгодификацией, предоставляют льготы на транспортный налог. В программу включились сотни дачников и жителей частного сектора округа. Например, жители деревни Большая Володарка решились провести газ, несмотря на то, что часть расходов пришлось взять на себя. Живем мы большинство пенсионеры. До этого мы просто не могли себе позволить. У нас раньше, чтобы провести, это где-то миллион с лишним было. А сейчас, даже мы пенсионеры вдвоем с мужем, но он, правда, у меня работает, мы себе можем позволить, как говорится. Нас услышали, сегодня уже приезжали к нам, все уже измеряли. Еще одна актуальная тема – дачная амнистия. Собственникам напомнили, что зарегистрировать постройку могут только если она не нарушает градостроительных норм. Проверить ограничения можно на геоинформационном портале и сайте госуслуг. Кроме того, регистрация занимает всего три дня, согласно новому закону. Представители администрации также напомнили, что на территории муниципалитета проходит изъятие участков для строительства дорог. Жителей успокоили, выкупают землю и постройки по рыночной стоимости и учитывают недавний скачок цен на недвижимость. Проводим оценку для цели изъятия. Это именно сейчас делается в бюджетном кадре. И зарегистрированные все здания и сооружения мы считаем по рыночной стоимости. Незарегистрированные мы считаем совсем по другой системе, там получается минимальная стоимость. Поэтому хотелось бы обратить внимание, чтобы регистрация была на должном уровне. В этом году на территории округа пройдет кадастровая оценка недвижимости. Но при этом для жителей Подмосковья введена льгота. Имущественный налог в этом и следующем году будет рассчитываться из стоимости объекта на 1 января 2022. Кадастровая оценка, возможно, решит проблему, с которой на семинар пришли жители Лопатина. Сегодня я пришла по вопросу установления нового порядка системы координат, которые несколько лет назад у нас возникли, в связи с чем многие жители нашего населенного пункта стали счастливыми или не очень обладателями дорог местного пользования, линии электропередач, трубопроводов газовых. Хотелось бы узнать, как решается этот вопрос. Этот и другие частные вопросы жители и председатели кооперативов и поселков смогли передать представителям администрации после семинара. Кроме того, владельцам частных домов и дач напомнили требования противопожарной безопасности. Олеся Попова, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Московской области стартовал конкурс на присуждение премии губернатора «Лучший учитель-предметник» и «Лучший учитель начальных классов». Впервые в этом году в отборе приняла участие Мисайловская общеобразовательная школа, открывшаяся чуть больше года назад, и ее молодой преподаватель Алена Кулычева. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Быть с детьми на одной волне, где нужно шутить и креативить, а где необходимо стать серьезным взрослым наставником. Такого подхода в педагогике придерживается молодой учитель начальных классов Мисайловской школы номер один Алена Кулычева. Придумывала такие карточки, когда ученик на протяжении всей недели хорошо, прям по поведению все прекрасно, у него выдается карточка на отмену одного домашнего задания или на отмену одной двойки. На просторах интернета всего полно, если что-то не знаешь, что тебе отвлекается, можно придумать свое. Сейчас в этом нет никаких границ. Стать педагогом Алена Кулычева решила еще в детстве. Будучи школьницей, обожала уроки своего преподавателя по русскому языку и литературе Ольги Ивановне Воронковой. Тем не менее, филологии предпочла начальные классы. С ними очень интересно. Каждый день ты утишься у них чему-то новому. Они как-то все это впитывают. Ты видишь их горящие глаза. Со старшими классами, конечно, немножко сложнее. Моя главная задача привести мотивацию к деятельности, к учебной, чтобы они полюбили школу и полюбили сюда вообще находиться здесь. В апреле Мисайловская школа номер один отметила год с момента своего основания. Поэтому участие в конкурсе на присуждение премии губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник» и «Лучший учитель начальных классов» первая пропера как для Алены, так и для самого учреждения. Алена Павловна молодой педагог, позитивный. Ее уважают родители, любят дети. Очень приятно с ней работать. Уроки проходят очень позитивно, продуктивно. Для конкурса педагог записала на видео одно из своих занятий, а также рассказала о себе и любимых учениках. А они и их родители в свою очередь поведали, как относятся к своему учителю. Она может нам помочь с уроками, может подсказать, если что, где-то. В общем, она лучше учить. У нас учительница очень хорошая, она так интересна на уроках, она объясняет нам новые темы, говорит разные слова, которые очень интересны. Спасибо за ваш труд, силы и терпение, за знания, которые вы умело и талантливо передаете нашим детям. Она умеет заинтересовать детей, доходчиво преподносит новый материал до каждого ребенка, в меру строга, но и справедлива ко всем. Мой ребенок ходит в школу с удовольствием, а это говорит о многом. Напомним, что конкурс на присуждение премии губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник» и «Лучший учитель начальных классов» проводится в регионе уже в восьмой раз. Денежное поощрение ежегодно получают победители по каждой из 18 номинаций. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Тавлятова, Видное ТВ. В рамках месячника благоустройства в поселке совхоза имени Ленина прошел субботник. Но его организаторы, территориальный отдел «Картинский» и общественное движение «За совхоз, за людей, за достойное будущее» подошли к процессу с выдумкой. В чем была оригинальность мероприятия, расскажет Максим Козлов. Муниципальной земли в поселке совхоза имени Ленина немного, но ее после зимы следует привести в порядок. И нет лучшего способа привлечь местных жителей, чем собственным примером показать важность субботника. Видимо, в том числе и из этих соображений взял в руки грабли руководитель «Картинского территориального отдела» Андрей Звеков. Несмотря на то, что сегодня такой предпраздничный день, предпасхальный, день тишины, решили выйти. Но в тишине все равно собрали листву, каждый подумал о своем и сделал свой двор гораздо чище, чем он был после зимнего периода. В помощь местным жителям были выделены техника и несколько рабочих муниципальной компании «Дорсервис». После работы жители поселка, в том числе и маленькие, приняли участие в мастер-классе по сбору и украшению скворечников. Со стороны кажется, что процесс незамысловатый, и все же в постройке птичьего дома много тонкостей, требуется определенная сноровка. Мы запустили акцию скворечников в наш двор. Вот мы два скворечника уже сколотили. Вот эти вот скворечники нам детки. В детском садике сделали сегодня, мы их пойдем все повесим. Здесь у нас организованная площадка, где местные жители могут сами прийти, по заготовочкам уже свои скворечники собрать, покрыть олифой и уже непосредственно сегодня их уже повесить на деревьях. Действительно мало собрать скворечники. Необходимо их разместить на деревьях, соблюдая ряд требований. Во-первых, повесить на нужную высоту, а во-вторых, выбрать правильную сторону света. Скворца оказывается весьма привередливы, и птицы и кабы где жить не будут. В процессе приняла участие и местный депутат Татьяна Буевич. Это вообще такая старая, забытая, добрая практика. Вот я помню свое детство. У нас это было на постоянной основе, изготовление скворечников, их какое-то преображение художественное. Хочется нашим детям, новому поколению, показать, что такая традиция существует. Отдельно стоит отметить, что помощь в проведении субботника оказал главный акционер ЗАО «Совхоз имени Ленина» Агрохолдинг «Рота Агро». Всего в мероприятии приняли участие около 40 человек. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами и в режиме онлайн. Подписывайтесь на страницы Видное ТВ в социальных сетях. До встречи в эфире!